Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам все мои работы, связанные за последний месяц. В этом месяце что-то я очень много вязала шапок, как можете видеть, вот здесь их очень много. Что-то мне очень захотелось повязать шапки и не смогла остановиться. Вот, ну давайте посмотрим, что же я такого связала. Вот такая шапка, она связана из полушерсти, этикетки, к сожалению, у меня не осталось, вот такого красивого красного цвета, у меня был всего один моточек, здесь, если я не ошибаюсь, было то ли 60, то ли 70% шерсти и остальное полиакрил. Шапка связанная 2х2, это шапка в подарок для моей сестры, вот такая она красивая, очень теплая и очень удобная в носке. Также были связаны вот такие, это из одной пряжи, были связаны две вот такие шапки и одна балаклава. Балаклавы, к сожалению, у меня сейчас нет, ее уже забрали и активно носят. Вот такая шапка, я ее уже показывала в предыдущем видео, связана она из носочной пряжи с добавлением тоненького махера. Сейчас покажу, вот такая пряжа, она была заказана на фабрике шерсти в Гамбурге. Это 80% шерсти Superwash и 20% нейлона. Рекомендуемые спицы от 3 до 3,5. Вот, и здесь в 100 граммах 366 метров. И добавляла также вот такой махер, тоненький махер. Здесь в 50 граммах 1000 метров. И состав, сейчас, здесь 57% махера, 37% шерсти и 12% нейлона. И вот, как можете видеть, в 50 грамм 1000 метров. Вот. Это бобинная пряжа, она была заказана тоже на фабрике шерсти в Гамбурге. Такой листочек я записываю для себя, потому что они не всегда пишут на бобинке, что конкретно там. Вот, как можете видеть, здесь просто написано, что произведено на фабрике шерсти в Гамбурге. И все. Вот это их номер, по которому можно найти пряжу. Вот такая она. Это цвет хаки. Очень красивый. И в сочетании вот с этой пряжей он дал вот такой оттенок. Чуть-чуть отдает в зеленый. Ну, совсем чуть-чуть. Вот. И уже без добавления. Вот. Махера была связана вот такая шапка 2х2. Это уже моя шапка. Вот такая макушка. Вот. Эта шапка была связана спицами номер 3, 25. Вот эта шапка была связана спицами номер 3. Тоже из этой же носочной пряжи. И также одна была клава, как я уже сказала. Ее у меня сейчас нет. И вот от трех моточков у меня остались вот такие остатки. И, скорее всего, я свяжу еще одну вот такую же шапку с добавлением мохера тоже в подарок. Вот. Также вот такая шапка. Это тоже в подарок. Здесь уже, по-моему, стопроцентная шерсть, если не ошибаюсь. Почти. Связана... Это был... Это комплект. Я купила 3 или 4 мотка вот такой большой пряжи. Здесь 98% шерсти и 2% полиэстер. Ну, можно сказать, что стопроцентная шерсть. Здесь 100 граммах 75 метров. То есть это очень толстая нитка. Почему я ее купила? Потому что мне очень понравился цвет. Вот такой он красивый, горчичный. Вот шапка связана спицами номер 10 или номер 9. Я уже не помню, если честно. Здесь стоит рекомендуемая спица номер 9. Вот. Ручная стирка. Гладить нельзя. Вот такая. Шапка очень-очень теплая. Шерстяная. Как видите, это все уже после стирки. Форму держит хорошо. Не вытянулась. И мне очень понравилось. Правда, данная пряжа немножко колется. Сейчас я вам покажу на снуде, как она выглядит. Вот такая шапка. Простая шапка 2х2. Также из этой пряжи была связана вот такая повязка на голову. Это уже мой набор. Эта шапка, она тоже связана в подарок. Вот. Этот наборчик уже мне. Я его активно ношу. Очень теплый, очень приятный. Правда, шерсть немного колется. То есть, у меня чувствительность не самая сильная. Но вот здесь ощущается. Но если постирать с специальным средством для стирки шерстяных вещей, колкость немножко уходит. И был связан вот такой простой снуд. Тоже спицами номер 9. Вот такой простой вязкой. Это обычная платочная вязка. Я не стала заморачиваться. Потому что на большой, на толстой пряже тяжело видно рисунок. Вот. Вот такой простой снуд. Не знаю, как красиво показать. Вот. Был просто связан обратно-поворотными рядами. И вот здесь я сшивала таким вот потайным швом. Как можете видеть, достаточно аккуратно я его вместе сшила. То есть, с наружной стороны шва практически не видно. Вот он шов. Данным набором я очень довольна. Он очень теплый. И, как я уже сказала, я просто обожаю вот этот цвет. Это прям мой любимый. Вот. Также в последнее время были связаны вот такие две шапки. Это тоже мои шапки. Здесь я добавляла уже ниточку шерсти. Это рассказовская пряжа. Вот эти три. Я их заказывала, когда была в России. В 2021 году. Я заказывала прямо с фабрики. Несколько больших мешков. И всю пряжу я увязала с собой в Германию. И активно из нее вяжу. Если вам интересно, то я сделаю обзор по всем моим изделиям, связанным с рассказовской пряжей. Вот. В пряже я осталась очень довольна. Она за свою цену это очень хорошее качество, хочу сказать. Вот такая шапка. Она такая прям очень теплая, очень пушистая. Надеюсь, вам передается вся ее пушистность. Прям она невероятно нежная. Связана она была из вот такой пряжи. Сейчас я покажу этикетку. Это вот, как можете видеть, здесь не чисто белый цвет. Хотя пряжа была указана как белая. Но она такого молочного натурального цвета. То есть натуральный белый. А здесь прямо выбеленный белый. И вот в сочетании при соединении двух ниточек вот такая шапка кремового цвета. Очень-очень красивая. Она именно не что-то среднее между двумя этими цветами. Шапкой я очень довольна. Я ее уже носила. И мне очень понравилась. Подойдет она буквально подо все. Цвет, так скажем, такой универсальный. Тоже связана два на два. И, как видите, данная пряжа не... То есть здесь не так сильно видны петельки. Но все равно вот такой очень красивый эффект. Также вот буквально в последние дни была связана еще такая же шапка. Из такой же пряжи, только уже розовая. С добавлением розовой пряжи рассказовской. Вот. Вот такая она. Это все то же самое. Это шапка моя. Тоже два на два. Такая же. Ее я еще пока не носила. Вот такая она мягкая. Прям мягкая-мягкая. Это пряжа. И вот, как видите, я уже начала вязать третью. Третья шапка будет тоже в подарок. В подарок для моей сестры. Вот. Была связана из вот такой пряжи. Ее я здесь купила в обычном магазине. Увидела и купила сразу все моточки, что у них были. Потому что, на ощупь, она мне очень понравилась. Она прямо такая вот нежная-нежная. Прям вот это не описать словами. Она очень нежная. Но когда я начала вязать только из нее, я поняла, что она не держит резинку вообще. То есть, здесь, как можете видеть, здесь это стопроцентный нейлон в 100 граммах 200 метров. И это вот рекомендуемые спицы 5,5. Данные шапки были связаны на спицах номер 4. Вот они. Потому что, когда я начала вязать спицами 5,5, шапка была просто огромной. И она абсолютно не держала форму. Из чего я сделала вывод, что сюда нужно делать какую-то добавку, которая более-менее стабилизирует шапку, чтобы она не была после нескольких использований сильно растянутая. И вот я добавляла вот такую вот розовую расказовскую пряжу. Как я уже сказала, пряжей я очень довольна. Я из нее очень много вязала. За цену, которая продается у вас в России, это очень хорошее качество. После стирки ее нужно очень хорошо стирать, потому что она, видимо, не сильно хорошо выстирана после того, как ее начали накручивать на вот такие вот таблетки. Здесь попадается мусор, но это вообще для меня ничего не значит. Я мусор нахожу в самой разной пряже. И в бобильной пряже, и в моточной пряже. И что дорогая, что дешевая пряжа, попадается в мусор всегда. Я к этому абсолютно спокойно отношусь. Вот эти две пряжи, они очень мягкие, они не колются вообще. То есть по сравнению с той пряжей, которую я здесь купила, вот такая пряжа, она колется по сравнению с расказовской. Вот. Вот такие вот шапки. И еще, вот, видите, я начала тоже резинкой 2х2 поначалу не совсем видно, но в дальнейшем будет видно вот такой маркер. Его я делала сама, очень мне понравился. Вот. Также из расказовской пряжи в этом месяце был связан вот такой свитер, тоже в подарок. Тоже для моей сестры. Вот такая расказовская пряжа серого цвета. Это светло-серый цвет, но после стирки он белеет, становится чище. Не такой, как в бобинке, он посветлее. И я добавляла вот такой тоненький. Эту пряжу я тоже нашла в магазине, и она мне понравилась. Но чисто из нее вязать мне не хотелось, потому что это синтетика, и мне хотелось чего-то более натурального. Ее я взяла только из-за того, что она вот дает такую мягкость. И я подумала, что я ее могу соединить с шерстюной пряжей, и шерсть будет не так уж колоться. Здесь, вот как можете видеть, здесь 50 грамм, 275 метров. Вот, стоило полтора евро. Рекомендуемые спицы от трех до пяти. Ручная стирка, и это полиэстер, 78% полиэстер и 22% полиакрил. Вот она такая, она очень пушистая. Вот, чем-то похожа на махер, но это, так скажем, искусственный такой махер. Решила я соединить вот с такой шерстяной пряжей. И в сочетании они дали вот такой эффект. Вот такой свитер, связанный регланом сверху. Постараюсь разложить сейчас, чтобы было видно. Вот, это обычный реглан. Здесь я уже пришила бирку. Это белая пряжа, это итальянская пряжа. Здесь я ее заказывала на ebay. И бобинка... Сейчас, минутку, покажу. Вот, я принесла бобинную пряжу, которая была... Были связаны вот такие вставки. Эта пряжа была заказана на ebay. Вот такая тоненькая ниточка. Здесь было, по-моему, 8 сложений. Здесь вот написано, что здесь... Здесь 32% лана, это шерсть, 30% вискозы и 30% полиамид. Вот. Не знаю, вам видно или нет. Можете вот посмотреть. Кто разбирается, может понять, что здесь. Вот. Здесь вот цвет, это прям чисто белый. Прям выбеленный. Вот такая пряжа. Я тоже очень довольна. Она очень мягкая. Но один минус, так скажем, из нее был связан также в прошлом. Жилет. Такой красивой косичками. И, к сожалению, пряжа... Только из этой пряжи была связана. То есть, сама по себе пряжа не держит резинку. То есть, мне пришлось добавлять... Делать вставки для того, чтобы изделие хоть как-то держало вид. Потому что она сильно растягивается. Вот. Но это, так скажем, для тех, кто... Такая информация для тех, кто вязал уже, наверное, из этой пряжи. Либо схожий по составу. То есть, вот эта пряжа, она не очень хорошо держит резинку. Ей нужна какая-нибудь ниточка-стабилизатор, так скажем. Вот. Вот такой свитер. Как я уже сказала, добавляла к рассказовской пряже вот эту вот... Вот такую пушистую пряжу. И получился вот такой оттенок. Это такой серый меланжевый. Вот такие рукава. Я их сделала специально за ужинами, чтобы они красиво сидели по руке. И, как можете видеть, здесь только вот эта пряжа. И вот из-за того, что резинку она не держит, я делаю вот такую вот резинку. Вставляю в самый конец, чтобы рукава не были сильно растянуты после нескольких носок. Но все равно пряжа мне очень нравится. Она в носке очень приятная. Она прям нежная-нежная и очень теплая. Вот. Также в данный свитер, это чисто моя идея, я добавляла вот такую тоненькую ниточку люрекса. Вот чисто в эти две полоски. Не знаю, вам видно или нет. Но в жизни это прям такой легкий, легкое, создает легкое мерцание. Вот. Свитер на каждый день. Вот. Очень теплый. И расход пряжи был очень маленький, что меня очень удивило. Вот. Свитер был связан спицами номер четыре с половиной. Вот. Это была одна ниточка рассказовская и одна ниточка вот эта вот тоненькая. То есть. Две такие ниточки. То есть. Вот. Вдве нити. Спицами номер четыре с половиной. Вижу я очень туго. И. Я всегда беру спицы большего размера, потому что я вяжу очень туго. И полотно иначе было бы у меня очень забитым. Но в данном свитере спицы были выбраны правильно, потому что пряжа после стирки очень сильно раскрывается. И чтобы было ей место, куда пушиться, я вяжу ее спицами побольше. Вот. Вот такой свитер. И также были связаны две пары вот таких носков. Их я уже показывала в предыдущем видео, когда делала обзор на спицы носочные от Knit Pro в серии Mindful. Спицы мне очень понравились. Вот. И на них были связаны три пары носков. Но вот эти конкретно были связаны вот за январь вот этого года. Вот такая пряжа. Это стопроцентная шерсть. В 50 грамм 180 метров. Вот она стоила 2 евро. Пряжа с переходами. Вот такой вот омбре. Вот. И вот такие носки. Это мои. Связаны были из вот такой пряжи. Это набор для вязания носков. Вот такой он. Я его тоже увидела чисто в магазине и купила. Здесь в наборе два вида пряжи. И вот то, что у меня осталось от вязания носков. То есть, мне кажется, хватит еще на одни носки. Вот две такие маленькие. То есть, здесь в наборе идет вот такая еще однотонная пряжа. Из этой пряжи я буду вязать шапку. Потому что, как я уже в прошлом видео говорила, я люблю вязать из носочной пряжи шапки. Потому что они получаются очень-очень теплые и тонкие. Вот. Здесь 75% шерсти Superwash и 25% полиамида. Вот рекомендуемые спицы от двух до трех. Вязала я спицами номер два с половиной. Также здесь в наборе... А, вот еще у меня остался маленький клубочек. Также здесь в наборе шли... Ями не пользовалась. Вот такие вот деревянные спицы пять штук. В этом наборчике. И здесь инструкция, как вязать носки. Извиняюсь за помятый вид. И здесь вот, кому нужно, можете делать скриншот. Кто понимает по-немецки. Здесь рекомендуемое... Рекомендуемое количество петель на разный размер. На разный размер носок. Я делала 64 петли на 4 спицы. То есть по 16 петель на спицу. Вот. То есть здесь соответствует размеру 40-41. Вот. Но, как я уже сказала, я вяжу достаточно туго. Поэтому я всегда делаю немножко больше петель и спицы. То есть здесь вот как... Очень приятно, что выпускать такие наборы. То есть здесь в наборчике еще и спицы, и инструкция, как вязать. То есть мне это очень помогло. Потому что носки я вообще в прошлом никогда не вязала. Это одни из первых носков. Вот. И мне очень помогло. Ну что ж. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк.